Доброго времени суток, дамы и господа! Хотел бы заглянуть вот сюда и увидеть, что у меня здесь есть как бы проблемки, да, небольшие, которые надо решить. Каким образом мы можем решить эту проблему на данный момент? Перенести отдых, например, как вариант, но он уже измученный. Слушайте, ну тут надо подумать, возможно просто перенести вот сюда, потому что здесь ребята чувствуют себя нормально, да, и уже после вот этого отдыха где-то назначать отдых здесь. Конечно, мы прекрасно понимаем, что сейчас после атаки к нам из закопов принесут огромное количество раненых. Так, хорошо, будем с этим разруливать уже по ходу ситуации. Также я очень надеюсь на разведчиков, что они что-то получат вот в этой миссии, которую мы продолжили с лесным призраком. Очень хочется получить медикаменты, потому что медикаментов нам катастрофически не хватает. Также я загляну в назначение персонала, а именно в инженеров, потому что здесь надо срочно ставить вот сюда вот этого дядю. И мне очень хочется верить, что когда-нибудь мы все-таки доделаем с вами вот это улучшение, потому что это улучшение нам, во-первых, надо для того, чтобы сократить время производства других улучшений. Ну а во-вторых, здесь есть возможность улучшить аптеку. Если мы посмотрим вот сюда, то инженерный склад будет производить на один ресурс больше вот с этим улучшением, но для него обязательно как раз то самое улучшение, которое мы сейчас делаем. Поэтому я думаю, что мы поступили правильно. Можно в целом стартовать. Надеемся, что эта операция завершится удачно. Это действительно так. Еще один господин отправляется в реабилитацию. Так, давайте посмотрим, как здесь. Здесь все распределено. Мне не очень нравится моралька, но хочется, чтобы этой моральке было больше. Эффективность, соответственно, наших бойцов местных была тоже больше. С едой как дела? С едой все вроде более-менее ничего. Конечно, мы ее не производим, но если я правильно понимаю... Ну, конечно, давайте привезем нам прямо перед атакой еще раненых. Слушайте, я хотел бы вот сюда заглянуть и посмотреть на команду разведчиков. Если я правильно понимаю, то у команды разведчиков есть вот эти вот ресурсы. И эти ресурсы мы должны с вами отвезти в больницу. Где у нас больница вообще? Вот эта больница, да? Ну-ка, подожди. Блин, так неудобно. Вот камера плавает, это вообще какой-то бред. Да, больница у нас вот здесь. То есть мы могли бы с вами прийти за 2 часа обратно и, соответственно, довезти пищу и довезти вот этот фракт. Вот эти вот ключи так называемые. Короче, мы это сделаем в любом случае уже после выполнения миссии. Пока что давайте разгружать вновь прибывших. Медсестра у нас опять устала. Давайте ее заменим, конечно же. Надо нам срочно нового персонала. Нам не только хирурги нужны. Нам нужны сейчас просто все. По-другому никак. Потому что и туда-сюда таскать надо, и медсестры, которые увеличивают эффективность. Ну, ждем атаку и смотрим на результаты. В целом, как бы, я надеюсь, что нам также дадут возможность выполнить задание. Приближается немецкая атака. Мужайтесь, мужчины. Ну, здесь атака, видно, такая же, как и до этого. Пока что ничего нового. Если в прошлый раз нас атаковала артиллерия, то здесь мы просто отбиваемся по тому принципу, который мы с вами уже видели. Сейчас посмотрим на то, какое количество раненых мы получили. Потому что я надеюсь, что их не очень много. Вау! Их 8 человек. Серьезно, 8 раненых мы получили. Это очень жестко. 8 это до хрена. Нам как будто бы надо уже увеличивать сбор данных о пострадавших. Так, да, как здесь нам подсказывает игра. Но мы не можем этого сделать. Это очень длительное улучшение. Да еще и ресурсозатратное. Хорошо отдохнувший хирург идет у нас заниматься операцией. Это отлично. Пока что не буду ставить ему отдых. Мы посмотрим там по ситуации. Этот дядя тоже у нас сейчас хорошо отдохнувший пойдет оперировать следующего. То есть 3 операции сейчас начнется. Мы немножко освободим вот здесь место. Давайте мы попробуем тогда временно бригаду медиков вот сюда вторую засунуть. Для того, чтобы это было немножечко пошустрее. Да, так как переносить туда-сюда вот это вот все. Вы сами понимаете, что достаточно время затратное. И мы тратим время хирургов в том числе, которые могли бы уже приступить к операции. Два новых человека нам завезли. Надо на них тоже глянуть. Опачки. А вот это будьте здрасте. Да, это получается, что у нас для нового... Ого. Это уже пошли вот эти ампулы. Это у нас для нового отделения работка. Интересный раскладик. Ну-ка секундочку. Ставлю на паузу. И захожу вот сюда. Давайте смотреть. Значит нам нужно исцеление. И нам нужно построить вот это. В целом это строится максимально быстро. Давайте это сделаем просто-напросто. И назначим сюда пока что, к сожалению, из аптеки дядю. Ну за минуту-то уж он справится. Да, и пойдет соответственно обратно. Но, как я понимаю, нам сейчас это очень надо. Стройка идет полным ходом. Нас сейчас ожидает финал по разведчикам. Будем смотреть, что там происходит. Будем думать, что с ними делать дальше. Наверное, их надо будет отправить домой. Вот, кстати, интересно. Возможно, собаки не появились у разведчиков, потому что они не были дома. Да, то есть мы их не отправляли. И обратно. И поэтому мы, соответственно, данное улучшение вполне не получили. Да, то есть полностью мы не укомплектовали этот отряд. Давайте смотреть. Немецкий лагерь, расположенный на заброшенной ферме, состоит из нескольких грузовиков и около дюжины палаток. Некоторые грузовики кажутся сломанными, поскольку пара механиков работает над их двигателями. Вся ферма усиленно охраняется немецкими солдатами с многочисленными патрулями по периметру. Командир разведчиков знает, что им будет трудно штурмовать лагерь. Они должны уведомить штаб-квартиру, чтобы они могли послать более крупные силы. Однако, прежде чем у него появится шанс заговорить, старик указывает на грузовик и предлагает свой план по уничтожению лагеря. Он хочет, чтобы разведчики отвлекли врага, пока он подкрадывается к грузовикам и заставляет взорваться бензобаки, взрывая весь лагерь. Ну, то есть, здесь такой выбор, да? Не совсем понятно, что правильнее будет сделать. Значит, постараться захватить лагерь, не разрушая его, я думаю, что вот это ошибка. Сообщить штаб, в принципе, как вариант, и следовать плану старика тоже как вариант. Ну и что мы будем делать-то с вами? Ну, давайте попробуем, последуем плану старика. Команда подкрадывается к восточной стороне лагеря, по сигналу командира начинает обстрел вражеского лагеря. Вскоре противник перестраивается и открывает ответный огонь. Перестрелка быстро превращается в обычный бой, а затем в отчаянную оборону, поскольку вражеские силы медленно, но верно подавляют разведчиков. Затем наступает время, когда грузовик должен был взорваться, старик должно быть потерпел неудачу. Командир хочет отступить, но затем один из его людей ранен. Похоже, они переоценили свои силы. Внезапно перестрелку прерывает взрыв, лагерь превращается в огненный шар. Обыскивая то, что осталось от лагеря, разведчики находят то, что кажется деталями для артиллерийских орудий, а также артиллерийские снаряды. Похоже, немцы устраивают где-то что-то вроде передового артиллерийского лагеря. Давайте посмотрим, что мы получаем. Мы потеряли одного человека. Команда скаутов приобретает 500 фрахта и мораль. Слушайте, это здорово, но у меня, давайте на паузе обсудим один вопрос. Куда мне это девать, да, в целом? Ну, хотя сейчас есть куда положить. Но вот опять же, такое ощущение, что мне еще и склад надо улучшить. Пока что мы не можем себе этого позволить. Улучшение подходит к концу, и мы с вами получаем новое отделение. Ну и секундочку, давайте-ка посмотрим, дадут ли мне здесь первого врача просто так. Да, специалист по травмологии. Давайте мы его возьмем, наверное, по травматологии правильнее будет говорить. Но перевод, опять же, дает о себе знать. Через 2 часа он к нам подъедет. Давайте мы его заказываем, конечно же. И посмотрим, что теперь мы можем сделать. Ну, во-первых, мы можем, блин, во-первых, мы можем тебя, наверное, вот сюда все-таки поставить, братишка, да? Блин, ты бы тоже работал, потому что там еще кучу времени нужно потратить на то, чтобы это все сделать. Что здесь есть интересного? Снижает вероятность осложнений при операции в травматологическом отделении, время выполнения операции. И вот это нам надо делать. И вот это нам надо делать, конечно же, как можно быстрее, потому что, сами понимаете, 3 минуты, я думаю, что я опять же переношу обратно этого дядю, пускай он этим займется. Дайте-ка я посмотрю все-таки на разведчиков. Так, где у меня группа разведчиков сейчас находится? Так, и мы можем отправить ее в больницу, я правильно понимаю? Давайте, наверное, отправим. Это займет не так долго времени, но я, по крайней мере, получу ресурсы в виде пищи и в виде фракта. Слушайте, 700 уже есть у нас. 700 точно не вылезает. Ну-ка, погоди, а сколько склад-то стоит вообще по улучшению? Дай посмотрю. Нам нужен вот этот вот господин, да, в виде склада. И здесь 25 минут. Ну, вы охренели просто. Ну, здесь еще 12 минут. Мы вот эти 25 минут, прикиньте, сколько мы уже улучшаем. И еще неизвестно, когда улучшим. Еще одну интересную штуку нашел. Значит, здесь у нас что? Увеличивает реабилитацию? Это ладно, покажи мне, убери вот это вот. Смотрите, все палаты увеличивают шансы на успех операций на 10%. Вот это охренительная тема, стоит недорого. Если мы сейчас привезем ключей, то я думаю, что надо это делать. Это, конечно, замечательно. Так, здесь у меня никого нет. А, нет, один есть, слушайте. Тут у меня с атакой все хорошо. Здесь пока более-менее, да, вот этого мы направим, наверное, вот сюда. Потому что, ну, нам это надо. Кстати, скоро немножко еще моральки получим. Но сейчас моралька у нас на уровне на хорошем. Надеемся на хорошие операции, да, так скажем. На качественную работу наших врачей. И ожидаем через 2 минуты нового доктора, который начнет лечить новых пациентов. Наконец-то мой инженер отдохнул и пошел делать вот это вот улучшение. Потихонечку, полигонечку. Возможно, ему помощь отправить. Не знаю даже. Но вот эту штучку нам точно надо. Слушайте, мне прям захотелось вот это вот сделать. Сейчас мы посмотрим. 10% до 5 минут. 3 бумажки, 200 инструмента. Ну, звучит как хороший план. Слушайте, это же работает на все, да. И это то, что нам надо. Плюс теперь у нас появляется еще одно уделение, которое нам дает больше возможностей получать вот эти ресурсы. Так как мы будем с вами отпускать больше больных, да. Выздоровевших, назовем их так. И это все нам, конечно же, надо. Давайте вот эти операции только проводить успешно, самое главное. И надо, кстати, сюда заглянуть. Да, у меня есть вот такой вот стабильный, да. Его надо куда-то засунуть. Слушайте, у меня есть вот этот стабильный. Очень много стабильных стало. Давай тебя поставим вот сюда, да. И подумаем насчет того, чтобы тебя поставить вот сюда. В целом, вроде как бы у нас это получается. Даже, наверное, надо местами поменять. Потому что здесь хорошо, здесь стабильный. Ну, а ты, братишка, ждешь нового врача. Потеряли мы одного, к сожалению. Ну, ничего тут не могу поделать. Как бы врачи старались, но ничего не получилось. Ладно, у меня здесь инженер устал. Не могу пока что его снимать. Чуть позже его сниму. Давайте дождемся. Здесь осталось буквально 10 секунд. И мы сейчас их местами махнем. Один пойдет отдыхать, другой пойдет у нас работать, да. Потому что, ну, а какие у меня тут варианты. Давай, улучшения делай быстрее. Спасибо тебе большое. Да, я хочу то улучшение, я его сделаю. Но только чуть позже. Измученный отдыхает, ты начинаешь работать. Здесь остается 10 минут. Я так понимаю, что к нам подъехал новый хирург. Правильно ли я понял? Ну, или не хирург, как он там? Ну, вы поняли. Короче, давайте вот сюда залетать и будем смотреть на это дело. Да, вот он, новый врач. Здесь сложность операции. Ну, такое себе. Нужно 5 ампул. 5 ампул, у которых у нас на самом деле всего лишь 10. И вот это уже хороший вопрос. Что с этим делать? Как будто бы я должен сейчас начать заказывать вот эти медикаменты. Потому что вот эти-то мы произвести можем. А вот эти можем только заказать. И у нас, я вам скажу, не так уж много бумажек и осталось. В целом, чтобы производить вот эти вот лекарства, нам нужно всего лишь 7 минут. Плюс еще будет улучшение. И, соответственно, мы получаем меньше времени. Хорошо, мы это запомнили, закрепили. Надо доделать вот это злочастное улучшение. Давай, ты выживешь, да? Ты же выживешь? Скажи мне, пожалуйста, братишка, вот ты. Да, он выжил, это отлично. Так, а у меня здесь есть кого распределять? Нет, все уже распределены. Нам нужны бумажки. Мораль есть, войны есть. Пока что нам нужны бумажки, которые нам позволят сейчас подготовиться хорошенько к следующей битве. И успеть вылечить всех раненых, которые на данный момент есть. Потому что я напоминаю, что в окопах еще лежит очень много людей. Ну, давайте, ребята, справьтесь вот с этой операцией. Да? Справились? Или нет? Справились. Вроде справились. Отлично. Давай на тебя смотрим, братик. Так, ты нам даешь вот этот ресурс сейчас. Очень важный для нас. Мы очень этого хотим. Хотим випов получить, да? И у нас тут какая-то ситуация происходит. Более короткая операция и шансы больше, да? Соответственно, правильно я понимаю? Ну, короче, я просто нажимаю. Я здесь читать ничего не буду, потому что... Ну, какой в этом нахрен смысл, да? И вот у нас началась как раз операция с новым господином, который недавно поступил в отделение травматологии. Да? И то есть вообще, что здесь про них пишут? Дайте я хоть посмотрю. Диагноз. Сейчас, понятно, пробитая голова, наверное, скорее всего. Ну, окей, хорошо. Ну-ка, погоди, а что здесь еще было у нас? Шансы на упрощение низкие. Вероятность осложнений не уверена. Не уверена, ну, понятно. Здесь вообще можно по каждому еще смотреть вот эту историю. Но я, конечно же, этим заниматься не очень хочу. Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Ты как, отдохнул? Давай срочно производить нам медикаменты, потому что мы иначе оперировать сейчас не сможем. А что это здесь такое у нас происходит? Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Повышение уровня персонажа, отдохнувший, назначен на команда медиков. Одинокий никаких. Что от меня требуется? Блин, ну, здесь перевод, конечно, перевод, конечно, немножечко подводит. И я, если честно, не понимаю. Другие работающие с ними работают лучше. Моральный дух повышается со временем, когда они работают вот в этом вот пункте. Да, если я правильно понимаю. Они лучше справляются с рекламой. Как вам такое? Слушайте, на моральный дух можно, да? Другие работают с ними лучше. При работе в одиночку работают значительно медленнее. Ну, такое себе, если честно. Вот это я не очень понимаю, что такое. Ну, давайте с ним будут работать лучше другие, потому что он работает вот здесь. И тут, скорее всего, будет постоянно в дальнейшем у нас парочку бригад, которые будут вместе трудиться. У нас начинается газовая атака. Посмотрите на это, что происходит. Блин, а это, наверное, новое отделение, да? Вы хотите мне сказать? То есть, сегодня вы мне хотите сделать так, чтобы у меня были все просто отделения, но без инженеров при этом. Понимаю, конечно же. Понимаю, осознаю. Давайте смотреть. Немцы начали сбрасывать бензин на наши окопы. Ну, наверное, это опять проблема перевода. Мне нужно, чтобы вы вылечили моих людей. Майор, как можно быстрее. Я не могу защищать окопы с таким количеством людей. Я понимаю, полковник. Я сделаю все, что в моих силах. Сначала они обстреливают наших людей из артиллерии. Теперь они распыляют на нас газ. Я боюсь, что нас ждет что-то еще. Ненавижу раны, нанесенные газом. Я уведомлю наш персонал, сэр. Мы должны быть готовы ко всему. Да, я готов ко всему, но я вижу, что у нас куча проблем. Давайте смотреть, во-первых, вот сюда. Что у нас здесь есть? Сниженная стоимость, да? Вот это мне нравится, потому что это очень сейчас важно. Скорректировать процедуру, выполнить процедуру. Давайте снизим стоимость, потому что у нас вообще нет сейчас медикаментов. И я просто не смогу дальше оперировать, да, как вы понимаете. Но я прекрасно понимаю, что сейчас, походу, нас ждут из окопов огромное количество людей. Да, правильно я понял? Ну-ка. О, боже, сколько здесь у вас. Я понял. Я вас услышал. Нам, походу, нужно будет строить новое отделение. У нас появилось задание. Давайте на него посмотрим. Сэр, мы только что получили запросы штаба. Поблизости обнаружено несколько тел, вероятно, пострадавших от артиллерийского удара. Штаб просит вас обеспечить им захоронение. Если мы сделаем это, они выдадут нам разрешение для персонала. Опять, дают только две единицы. Ну, вы просто охренели. Бригада медиков будет недоступна 12 часов. Ладно, я готов на это пойти, потому что эти ресурсы нам надо собирать любым возможным способом. Ну, а вариантов мне других просто не предоставляют. Мы, конечно, немножко освободили наш пост с пострадавшими. Но вот подвозят еще. Сейчас посмотрим, в какие отделения. Да, я потому что не знаю, нам уже пора строить что-то новое или не пора. Правильно я понимаю, что это как раз то самое газовое отделение, или как оно там называется, химический корпус. Да, строится-то максимально быстро, да. То есть здесь также снижение, здесь какой-то тип ампутации, вероятность осложнения, либо вероятность упрощения. Ну, в целом понимаю, да. А если здесь что-то на общее увеличение, увеличивает шансы на успех и в этом отделении, ну понятно. Я вас услышал. Ну, давайте сейчас смотреть, кого будут нам привозить, потому что это вопросик интересный. Ну, вижу пока что, что обычного пациента привезли. Можно вот сюда его сразу же ставить, потому что этот господин у нас, ну, уставший, но не сильно. Здесь он может уже отдохнуть. Здесь будешь измученный. Ну, давай тогда отдых поставим сюда. Пока что все нормально. Смотрим, кого нам дадут следующего и вытащат из этой машины. Я очень переживаю насчет медикаментов. Надеюсь, что ребята справятся. Тем временем здесь остается всего лишь 6 минут. Я надеюсь, что это когда-нибудь кончится. Ну, давай тебя тоже распределим. Ты пойдешь просто, например, вот сюда, потому что этот отдохнет, этого прооперируют. У тебя все хорошо. Пока что здесь они, конечно же, устали. Этот отдохнувший. Ну, операции идут сейчас, да? Ну-ка, подожди. А вот сюда я давно не заходил. Давайте посмотрим, кто у нас здесь появился. Пока что до атаки еще долго. И надо подумать, что нам надо. Мне точно нужны ресурсы. Я возьму, пожалуй, вот так. Слушайте, я, наверное, возьму вот так. Мне очень нужно, потому что мне необходимо заказывать себе лекарства. Да, вот эти в данном случае, на данный момент. Потому что эти я производить могу. Но у меня не хватает инженеров. Сколько стоит инженер? Давайте посмотрим. Потому что инженера я хочу. Инженер стоит 2 единицы. То есть, в целом, после выполнения этого задания, еще одного инженера мы можем нанять. И я думаю, что я буду это делать, потому что после этого нам предстоит с вами много улучшений. Плюс производство. Как бы инженеры очень важны. И мне надо вот это вот все делать потихонечку. То есть, сейчас ориентир это бумажки и инженеры, да? Которые нам позволят за достаточно долгий период времени сделать много всего. Давайте, братики, еще одного. Да, мы его вылечили. Это отлично. Конечно, он кушает пищу. Но мы держимся. Пока что так. Значит, мы ждем его здесь. Этот у нас пошел отдыхать. Правильно ли я понял, да? Отдохнувший. Нет, ему несут следующего, скорее всего. Я уже запутался. Кто что? Ну да, здесь нет печати. Значит, он пока что еще не оперируется. Ладно, сейчас его притащат. И все будет хорошо. Что здесь у нас, как дела? Я так понимаю, что мои ребята таскают, да? Правильно я мыслю. Давайте посмотрим, где они вообще находятся. Я не очень понимаю, потому что вроде как бы они здесь назначены. Я же ничего не перепутал. Ну-ка, подожди. Давай посмотрим. Бригады медиков. Кладбище. Да, здесь есть ребята. Но они просто почему-то я их не вижу. Либо они где-то ходят там между картой. Либо я просто их не замечаю. Но здесь я их не наблюдаю. Ну что могу сказать? У меня там помирают какие-то люди, да? И это, к сожалению, не очень хорошо. Хорошо, медики, точнее инженеры начинают уставать. Придется их отправлять на отдых, иначе потом еще хуже будет. Я не очень понял, почему из окоповки кого не приносят. Я все-таки хотел бы разобраться, да? Где у меня находятся эти ребята. Потому что... Слушайте, вот здесь стало 8. Как будто бы помер, да? Вот здесь прибавилось. Так, а что вы? Что вы ничего не делаете-то? Я не очень понимаю. Давайте как-то начнем таскать. Я должен где-то что-то еще назначить или что? Вроде у меня назначение здесь есть. Бригада медиков. Давайте вас местами поменяем. Я не знаю. Может быть мы просто тупим? Еще одного прооперировали. Смотрите, как долго идет операция с травматологией связанная. Просто невозможно долго. И если нам будет завозить таких пациентов много, я не представляю, что я должен буду с этим сделать. Ну ладно, я пока что держусь. Через 17 секунд буквально приедут уже наши господины. Они нам привезут фракта слишком много, который не вместится, судя по всему, на склад. И это достаточно печально. Да, вот видите, 1000 еды стало максимально. Ну и давайте посмотрим тогда еще раз на разведчиков. Потому что я бы хотел бы понять. Собаки все равно нету. Я не очень понимаю. Хорошо. Какие у нас есть улучшения, связанные с разведчиками? Давайте глянем. Потому что... Ну вот это-то мы прокачали. Увеличивает количество доступных собак. Ну то есть количество увеличивает, а собак не дает. Да, здесь увеличивает максимальное количество скаутов. Окей. Если я иду вот сюда в поезд. Найм персонала. Я же здесь собаку вам не найму, понимаете? Я не могу себе этого здесь позволить. Да, достаточно странная история. Я не очень понимаю, насколько я хочу тогда прокачивать разведчиков. Наверное, я хотел бы их куда-то еще отправить. Сообщали, что видели подозрительную повозку на дороге неподалеку. Штаб выпустил объявление о розыске дезертировавшего французского офицера-медика. Слушайте, а давайте-ка вот сюда сходим. Может быть там что-то будет интересное. Так, давайте-ка смотреть вот сюда. Как у нас здесь дела? Здесь можно получить много бумажек. Да, с моралью не знаю. В окоп у тебя нет. Давай тебя на мораль пустим, так сказать. Да, и получается, что у нас уже 5. Сколько мы здесь получим еще раз? Плюс 9. Это очень хорошо, потому что эти ресурсы у нас есть. Но бумажки нам нужны для улучшения. Ждем, конечно, бригаду медиков. Да, и здесь кто-то у нас устал. Давай смотреть. Блин, вот это плохо. Давай пока что с кладбища уберем, потому что, ну, как, меня забирают этого челика, да, этих челиков. И я не могу ничего здесь делать, поэтому будем сейчас как-то местами менять, какие-то ротации проводить, пытаться это все вывести. Почему-то здесь осталось 6 человек теперь мне показывают. Но я вижу, по крайней мере, они носят. Это уже меня радует. Значит, все хорошо. Здесь осталось только трое, что меня тоже, несомненно, радует. Дайте мне какого-нибудь випа. Я уже готов что-то с этим сделать. Давай посмотрим на тебя. Супер крутой какой-то челик, да, как будто и в окопы его хочется отправить. Но давайте я все-таки сделаю вот так. Я буду, пока вижу, что я могу, я буду так делать, потому что нам нужны эти ресурсы. Мы будем их постепенно получать, в надежде, конечно, на инженеров, которые нам смогут это все сделать. Нам нужно еще химическое отделение, если я правильно понимаю. И нужно его будет в ближайшее время. Здесь остается всего лишь 3-4 минуты. Но просто челик отдыхает, и поэтому он не может доделать. Давайте-ка посмотрим, как он там долго будет еще отдыхать. Или недолго. Ну, 2,5 часа. Слушайте, давайте мы, наверное, сделаем вот так сейчас. Потому что это уже ситуация достаточно критичная, и нам нужно доделать побыстрее. Так, медсестры устают. Это классика, это знать надо. Но мы как бы готовы к этому. Я не знаю, как получить столько персонала. Может быть, в этой главе просто это не предусмотрено. И мы должны справляться с тем, что есть в формате как бы некого обучения. Да, так скажем, наверное. Не знаю, как это по-другому назвать. Но пока что вот как-то так оно все идет. Слушайте, ну остается буквально немного. Я уже просто имею желание отсюда скинуть человечка туда, чтобы быстрее улучшить. Но, наверное, все-таки этого не стоит делать, потому что мне много лекарств надо. Хотя, с другой стороны, вот вам, пожалуйста, сколько у меня людей, как бы, да, здесь осталось. И нам нужно уже притаскивать вот этих вот ребят отсюда. Я так понимаю, что мы потихоньку этим занимаемся. Раненых в окопах становится все меньше. Сэр, я могу сообщить вам, что я оставил личную рекомендательную записку одному из пациентов, которого недавно доставили в отделение неотложной помощи. Ну, давайте посмотрим. Это очередной ВИП. Вот, это у нас какой-то ВИП. Давайте посмотрим. Поступил в вашу больницу, примите в своем навыке работы инженером. О, секундочку. Вы хотите сказать, что если я его вылечу, то он будет у нас инженером. Я правильно понимаю? Ну, тогда давайте мы его поставим вперед, во-первых, да, и прооперируем его сразу, чтобы у нас появился еще один инженер, черт возьми. Здесь что-то происходит. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. А инженер подходит к вашему столу. Дорогой сэр, начинает он. Я немного беспокоюсь о парне, с которым я работаю. Понимаете, я видел, как он принимает вещество, из которого мы делали лекарства. Конечно, он действует быстрее, но я думаю, что ситуацию можно быстро выйти из-под контроля. Я бы сказал главному инженеру правину, но я не уверен, что он просто уволил бы парня, вздыхает он. Что ты будешь делать? Поговорить с инженером, информировать этого дядьку и пусть он продолжает. Давайте попробуем поговорить, я не знаю, что это изменит. Мне нельзя сейчас терять инженера. Слушайте, я не очень понимаю, где мои ребята, которые занимаются переносом больных. Почему-то я их вообще нигде не наблюдаю. Это какой-то баг или это какая-то фича? Можно мне объяснить? Давайте посмотрим на результаты. Инженер, который был в восторге от веществ, использованных в аптеке, входит в комнату. Когда вы спрашиваете его об этом, он заявляет, что делает это всего лишь один или два раза, чтобы оживить обстановку, поскольку работа скучная и однообразная. Он бы рассказал правину об этом, но в прошлом они поссорились и он боится разозлить правильно, что ты будешь делать. Убедить правину найти ему более сложные задания, что инженер должен быть уволен. Да давайте, наверное, не будем никого увольнять, нам это точно сейчас не надо. Слушайте, я вижу, что по 17 пищи мы с вами тратим из-за того, что у нас так много людей. Давайте посмотрим на вот этого дядю, нужен ли он нам в окопах. Ну, как бы, вроде как бы нужен, наверное, да, но дает три бумажки. Ну, давайте, все, мы его в окопы точно отправим, потому что он хорош собой. Нам такой вариант подходит. И я хочу понять, у меня куда-то пропала бригада медиков. Вот, смотрите, я вам показываю. У меня почему-то здесь назначено двое, но в итоге работает только один. Давайте я отправлю их на отдых, и мы посмотрим, может быть, это какой-то баг. Знаете, что мы сделали? Мы усовершенствовали депо. Представляете, такое бывает. Такое действительно возможно. Давайте сразу пройдемся по улучшениям. Смотрите, все сократилось во времени. 9.36, да, 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 теперь все намного меньше. Давайте сразу мы тогда начнем. Ты отдыхающий, ты нам построишь новое отделение. И мы сейчас начнем с вами делать всякое разное. Вот почему-то я не приношу, смотрите сюда, как бы, не приношу сюда нашего больного. Видите, у меня ничего не происходит. Ну, неужели это какой-то критический баг? Химическое отделение завершено, наша больница расширяется. Я пока действительно не наблюдаю наших замечательных медиков. Так, секундочку, что у нас здесь? Здесь пока никого нет. А значит ли это, что я должен нанять здесь персонал? Да, давайте возьмем вот этого врача. Он бесплатен, правильно же я понимаю? Да, он сейчас бесплатен. Следующий будет 4 стоит. Но это подождите насчет следующего, ничего не знаю. Пока что мы просто заканываем. Это что, он сейчас сразу приедет или такое не прокатит у меня? Потому что вот вроде поезд сейчас прибывает. Да, сомневаюсь, что такое сразу прокатывает. Он приедет только в следующий раз. Короче, мы здесь вот носим туда-сюда. Мне нужно вот этого прооперировать, потому что суперсрочно. Ну, у меня просто пропала бригада медиков, понимаете? Я не знаю где она, черт возьми, и найти ее не могу. Наши разведчики добрались куда-то. Разведчики находят следы обрывки бинтов. Они ведут деревню, которая, похоже, подверглась бомбардировке немецкой авиации. Мужчины из деревни работают, чтобы восстановить то, что они могут из разрушенных зданий. Но их истощенный вид даже видно издалека. Понятно, что жители деревни не доверяют разведчикам. Но вопрос о французском дезертире мэр деревни отрицает, что когда-либо видел. Но командир скаута замечает неловкость его поведения. Запросить дополнительную помогать. Давайте попробуем помочь. Давайте попробуем помочь. Это все-таки такая положительная история. Слушайте, где нахрен мои медики? Ну, кто мне объяснит? Так, раз инженер закончил, давайте сразу. Я вроде медиков отправил отдыхать, и я их нашел. Я хочу вот это сделать. За 4 минуты все палаты на 10% шансы увеличивают, да? Давай, ты отдыхающий пойдешь это делать? Ну, ты пойдешь один. Так, кто у меня измученный? Погодите-ка там, не понял, не совсем понял. Ты измученный? Ты тогда отдыхаешь. Сейчас мы будем всякое разное прокачивать. Мы будем получать бумажки с вами, да? Потому что у нас там большое количество людей. Ой-ой-ой, здесь еще надо распределить. Надо как будто бы еще одного воина. Все, смотрите, здесь все синего цвета. Давайте тогда брать, наверное, еще бумажки. Морали у нас 55. Ну, может быть, и на мораль кого-то сейчас отправим. Я в надежде, что вот эти ребята сейчас все сделают как надо. Вот здесь, да? И привезут мне с полей, так сказать, наших замечательных воинов. Но мне, наверное, надо будет сейчас вот сюда назначить еще одного, потом назначить сюда еще одного. Я даже не знаю, я не очень понимаю, куда лучше. То есть, в данной ситуации я не понимаю. У меня вот эти носят вот отсюда, да? А эти носят только с окопы. Получается, что так. Которого перевозили, скончался от полученных ран. Замечательно. Да, и у меня еще на кладбище нет бригады. Конечно, это печально. Так, секундочку. Здесь кто-то появился. У тебя все хорошо. Поэтому ты идешь сюда. Я надеюсь, что с инженером у нас все будет отлично. Операция пока что идет. И хочется верить в лучшее. Мне привозят опять с поезда, черт возьми. Я не очень понял. Это какой-то баг, наверное. Слушайте, я не врубаюсь, что происходит. Но вот сейчас они пошли вдвоем. Одни пошли отдыхать. Другие пошли работать. Да, ну давайте смотреть. Здесь эти отдыхают, эти работают. Но мне надо вот сюда как бы еще одну бригаду. Потому что мало ли кто-то помрет. И сами понимаете, никто хранить никого не будет. Зачем вы мне с поезда еще привозите этих людей? Черт вас побери. Ну зачем вы мне нужны? У меня, кстати, приехал хирург. Нет, не приехал. Не хирург, а химик в данном случае. Давай вот здесь вот так вот сделаем. Не хватает лекарств у меня. Вау. Вот это супер плохо. Хорошо, давайте думать по лекарствам. Мы должны сюда срочно тебя закинуть. Для того, чтобы ты это быстренько нам произвел. Супер плохо наш моральный дух теперь. Я не знаю, что происходит. Но у меня забаговались эти придурки. И они не ходили. То есть они просто исчезли. И все. Я не знал, откуда их нужно взять. Я не понимал. Измученный меняется на неизмученного, соответственно. И начинаем дальше работать. Ну у меня помирают люди там. И все плохо становится. Что тебе надо опять? Давай рассказывай. Женат. Что у нас тут? Работает немного медленно. Боевой дух немного повышается. Когда они работают. Слушайте, ну я здесь, к сожалению, не могу сказать. Про работе в одиночку. Они лучше справляются с рекламой. Какой нахрен рекламой? Ну давайте возьмем. Пускай лучше справляется с рекламой. Потому что эта реклама нам, конечно, здесь не нужна. Ну давайте мы вот так вот поступим. Здесь поменяем. В надежде на то, что все-таки сейчас все одуплится. Я потерял кучу морали. Просто потому, что мои гребаные медики не таскали вот отсюда. Видите, сейчас они одуплились. Кто-то не может оперировать, потому что нет лекарств. Лекарства мы начали сейчас производить. В этом плане все хорошо. Давайте надеяться вот на этого инженера. То, что операция пройдет успешно. И вроде как она прошла успешно, если я правильно понимаю. И мы должны посмотреть, что произойдет после того, как мы этого дядю отправим на реабилитацию. О, у нас тут новички подъехали вот такие. Да, у нас пока что на это хватает лекарств. Поэтому он может пойти работать. Давайте смотреть, что здесь. А вот здесь лекарств не хватает. Да, ты у нас стабильный. Ну давай пока сюда. Давай пока сюда. У меня есть 13. Давайте я закажу, наверное, немножко вот этих вот принадлежностей. Давайте на 6 бумажек. Да, это много. Но у меня нет вариантов пока что. Пока что я делаю только так. Без улучшений я все равно очень быстро ничего не произведу. Я правильно понимаю, что инженера мы спасли и он пошел реабилитироваться? Да ведь? Все в этом плане у нас хорошо. Да ведь? Давай смотреть. Да, вроде его донесли. Смотрим сюда. И видим, что здесь у нас... А, или он сразу сюда упал. Подожди, это не инженер. Это какой-то другой дядя. Но у него плюс 3. Я, наверное, мораль хочу получить, потому что с ней очень все плохо. К нам, кстати, приехал уже химик. Но пока что некого оперировать. Странно, никого не принесли. Возможно, и закоп должны были притащить. Но вроде начали таскать. Это меня уже радует. Потому что я подумал, если честно, что из-за этого я проиграю. Но я не мог принести. Вот они вот здесь вот тусили где-то и ничего не происходило. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Сэр, мы могли бы найти... Мы не смогли найти выходного отверстия для пули. Дальнейший осмотр показывает, что пуля все еще находится в теле. Не будет пригоден для выполнения, да, но при этом вероятность неудачи уменьшится. Либо просто чуть подольше пооперировать на час. И, соответственно, возможно, что-то получится. Более длительная работа на 36 минут. Но при этом мы... Да, у нас есть рентгеновский аппарат. На 36 больше, но при этом врач меньше устанет. Да, я правильно понимаю. Давайте, наверное, так и поступим. Потому что неуставшие врачи это успех следующих операций. Давай посмотрим, как здесь дела. Ну, здесь без вариантов. Боевой дух, кстати, повышается. Вот это очень хорошо. Так, здесь мы всех распределили. Нет, еще кто-то появился, да. Что мы с тобой будем делать? Плюс один. Ну, блин, давай бумажку получим, да. Бумажки вроде залетают. У нас как бы семь. При этом мы там еще что-то заказали. Что-то пытаемся улучшить. Лекарства подвезли. И вот тут давайте думать, что мы хотим улучшать в данный момент. Это мы сделали. Это хорошо. Химическое отделение. Смотрите, хирургическое. Снижает сложность операции в том числе. В том числе для хирургического. Давайте мы тогда вот это вот делаем. Потому что это очень крутая штука. Я так понимаю, что надо было, наверное, раньше этим заниматься. Конечно же. Но да ладно. В целом за три минуты это достаточно быстро. А вот и первый господин, который требует работы с химиком. Ну, отправляем его сюда. Тут без вариантов. У нас операций огромное множество сейчас будет происходить. Поэтому мы будем с вами надеяться, что они пройдут хорошо. И мы, соответственно, всех ребят куда-то распределим. И получим с этого какие-то бонусы. Здесь у нас, как всегда, да, медсестра, наверное, откисает. А еще вот этот откисает. Давай поменяем тебя. Медсестру тоже поменяем. Благо сейчас у нас все есть. Я не заказывал инженера, потому что я надеялся на то, что мы все-таки получим инженера, да. И вот сейчас я не понимаю. Может быть мне не тратить эти очки? Вот, персонал, смотрите. Через один день. Ага. Блин, один день это очень долго. Как будто бы хотелось бы сократить это время. Ну, то есть мы получим инженера через один день. И я действительно не должен тратить эти очки в данный момент. Очередная проблема во время операции. Давайте посмотрим. Запланировать нормальное восстановление в любом случае более короткая реабилитация на 9 часов. Блин, как будто моралька нужна. Но с моралькой разберемся, да, если реабилитация будет короче. Понимаете, о чем я? Давайте вот это нажмем с моралькой. Сейчас мы поднимем. Блин, а мне еще вот этого не хватает. Ну-ка, секундочку. Давайте-ка, ребятки, начнем что-то производить вот здесь. Потому что это уже не дело. Это уже не дело. Нам это надо, да? Подожди, а мне надо вот это. Ё-моё. Ну-ка, секундочку. Ну-ка, секундочку. Дайте-ка я посмотрю. Производство. Аптека. 536, 5 бумажек, 550. Ну, звучит как хороший вариант. Надо будет сейчас думать. Да, теперь у нас, конечно, здесь много всего происходит. Посмотрите, какое количество операций. Посмотрите, да, сейчас у нас разведчики что-то там доделают в надежде на то, что все-таки будет положительный результат. Давайте смотреть. Французский дезертир. Команда скаутов предлагает помощь с ремонтом. Мэр деревни сначала удивлен, но зная об источении своих людей, благодарен за любую помощь. Поначалу жители деревни не доверяли скаутам, но через пару часов они привязываются к ним. После чего для работы большинства зданий, после целого дня работы большинства зданий, которые можно было отремонтировать, в основном подчинены. Благодаря помощи разведчикам была проделана работа быстрее и она была достаточно велика. Да, сопоставив слухи и то, что было подслушано во время разговоров, разведчики обнаруживают, что в последние дни в соседней заброшенной церкви были замечены какие-то огни и движения. Возможно, это стоило бы расследовать. Понятный, нажимаю я. Ну, конечно, это понятно, я так понимаю, это имеется в виду вот сюда, да, наверное. Разведчики обнаружили, да, что в последние дни. 17 гребаных часов сюда нужно пилить. Ну, давайте назначим тогда, пойдем потихоньку. Да, с этой стороны тоже что-то есть и тут опять лесной признак. Я не очень понял, это какой-то прикол или это просто продолжение. Другие конвои, да, с помощью разведчиков хочет выследить. Ну, ладно, пока что мы давайте все-таки закончим с этой задачей. Еще одна операция завершается успешно. Давайте приносите из окопов, чтобы они там не помирали и мы моральку не теряли. Так, у тебя что случилось? Увеличенная стоимость плюс один. Ну, давайте, я здесь не буду читать, я не вижу в этом смысла. Это все здорово, классно, но если мы на одну больше потратим, на один больше пластырь, так сказать, да, но при этом не будет такой длинной реабилитации, нас это в любом случае устраивает. Давайте смотреть на этого дядю. Мораль вроде плюс четыре будет, здесь плюс один еще по бумажкам. Ну, просто с войнами мы уже определились. Ну, давай, еще одну операцию в плюс. Скажи мне. Да, отлично, все пока что получается, меня это радует. Конечно, еды много потребляем, но вроде как бы не сильно она уменьшается, нам пока что хватает. Если что, сможем перенести инженера туда, куда надо. У меня вот здесь медики бегают, просто как ужаленные в одно место, потому что, ну, они просто не справляются. Давайте их поменим, во-первых. А во-вторых, надо бы сюда второго еще какого-то дядьку, который бы нам помогал это все делать. Капельницы построены, мы тем самым увеличили эффективность работы наших отделений. Здесь есть, позволяет выполнить вдыхание кислорода. Требует 50% меньше, но это, короче, как с ампутацией работает. Что вот здесь? Снижает вероятность осложнений при операции. А здесь у нас химическое отделение, а здесь у нас тоже химическое. Либо снижает вероятность осложнений, либо увеличивает вероятность упрощений на 50%. Слушайте, вот здесь я, если честно, не очень понимаю, что надо. Мне кажется, что в большей степени нам надо что-то делать, наверное, с вот этим вот пунктом, да? Ну, сюда мы все равно, у нас нет столько медиков. Вот эта штучка хорошо звучит, снижает скорость ухудшения состояния здоровья, но тогда надо сначала делать вот эту. Либо я просто пойду и сделаю нам аптеку, да? Потому что это звучит как правильное решение сейчас, тогда, когда мы должны производить с вами много лекарств. Но нужно понимать, что, черт возьми, это стоит очень много ресурса. Не надо пока что подумать. Так, у нас еще кто-то подъехал, да? Я правильно понимаю, правильно понимаю. Отдыхающий, хорошо отдохнувший. Ну, на тебе тогда вот этого, дядьку, тогда, раз уж такое дело, да? Ты устал, ты тогда пойдешь отдыхать, а ты прооперируешь. Потому что ты отдохнувший, и вот здесь ты пойдешь отдыхать. В этих отделениях никого больше нету. Это меня радует. Там в окопах осталось один... Ну нет, мне здесь показывают, что шесть. Мне здесь показывают, что шесть, черт возьми. Вот что мне с этим сделать? Каким образом мне взять этих гребанных медиков? Они сюда таскают. Мне как будто бы надо бы, да? Наверное, персонал вот этот назначить временно вот сюда. Для того, чтобы они побыстрее все-таки их оттуда выносили. Ну-ка давай, дядька, вылечим тебя или не вылечим? Давайте посмотрим. Да, вылечили первого после химического отравления, ожога или чего-то там, в общем. Да, сейчас нам привезут немножечко фрахта, я правильно понимаю? Давайте смотреть. Нет, нам привезли больных. Вон, смотрите, их заносят просто пачками. Как вам такое? Ну, если это будут, ребята, например, для бригады медиков, я буду вообще не против. Сколько тебе там осталось-то? Ну, блин, еще примерно один день. Ну, очень-очень долго, если честно. И вот как будто бы уже улучшение на реабилитационный центр, мне кажется, правильным. Да, где это вообще было? Я где-то это точно видел. Исцеление. Нам нужен пункт сбора. Нет, это не то. Сейчас мы тебя найдем где-то. Ты здесь, да, наверное. Реабилитационного центра здесь тоже нет. Но я точно это видел. Вот оно. Вот это улучшение я хочу. Давай, дядька, сразу приступаем. Потому что 4 минуты это не так долго, а 10% тоже нам сейчас необходимы. Вот тогда вроде не нужно было, а сейчас нужно. Знаете, с другой стороны мы могли супер быстро построить все отделения до этого. И сделать улучшения, которые позволяют, в том числе и в хирургическом отделении проводить более успешные операции. Да, понимаете, о чем я? Ну, кто знал, кто знал. Ладно, пока что мы двигаемся в том ключе, который у нас есть. А там уже посмотрим. Меня, если честно, очень беспокоит вот ситуация в окопах, потому что здесь еще осталось 8 человек. Сэр, могу я вам сообщить, что я оставил личную рекомендацию, записку по поводу пациента. Но это классика, это знать надо. Давайте посмотрим, кто ты такой. Быстрее возвращение на передовую могло бы послужить большим источником вдохновения для солдат. Я так понимаю, что это моралька, да, все-таки в данной ситуации. Ну, хорошо, давай попробуем тебя тогда побыстрее вылечить на передовую. Да, 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 это все мы поняли. Ты устал, ты хорошо отдохнувший. Ну, давай тогда, блин, давай вот так, наверное, сделаем. Да пойдет он оперировать, правильно? Или он не пойдет оперировать, пока нет. Нет, он отдохнувший, он пошел оперировать, мы супер быстро это сделаем. И здесь вот у нас уже возникают сложности. Потому что, во-первых, эти операции идут супер долго, это раз. А во-вторых, у нас нету столько медикаментов, да. Но мы их, получается, сейчас производим. Что мы производим? Нет, ни хрена мы не производим. Нам придется что-то заказывать, но у меня закончились бумажки. Так, я не очень понял. Два врачи ждут новых назначений. Какие это врачи? Я не понимаю. Ничего, секундочку. Какие врачи? Бригада медиков. Так, тебя просто меняем. Медсестры здесь все хорошо. Инженеры, разведчики. Не очень понял. Не очень понял. Ну, удалить разведчика. Кстати, здесь можно добавить разведчика. Максимальный размер отряда. Тоже не очень понял, как это работает. Ладно, давайте-ка думать. Значит, что мы хотим? Улучшение у нас делается. Здесь нам нужно как-то вот к этому прийти максимально быстро. Но все равно мы реабилитацию хотим получить еще одного инженера, да. И тем самым, соответственно, просто увеличить скорость работы. Ну, что-то мы как бы все его реабилитируем. А у него все еще один день. Ну, как-то супер долго. Ну, и посмотрите, какое количество мы можем людей распределить. Давайте это делать. Давайте я, наверное, здесь воспользуюсь вот этим, да, по количеству. Блин, в окопы не хочу. Мне вообще бумажки нужны супер срочно. Ну, и моралька как будто бы нужна. Давайте вот так распределим. Да, здесь 4 получим. Здесь 6. Хотя, не знаю. С другой стороны, наверное, может быть даже и вот так сделать. Нет, так мне, наверное, не очень нравится. Хотя плюс 2. Почему плюс 2, если этот давал плюс 3? Или он вообще ничего не давал? Ну, понятно. Окей, ладно, договорились. Я просто подумал, что он мне мораль кудаст. Но, к сожалению, не случилось. Ладно, мы сделали для химического отделения немножко медикаментов. Но вот с травматологией возникнут у нас проблемы в ближайшем будущем. Еще одна операция завершается успешно. Операции вообще в целом стали более успешными. Потому что у нас появились с вами нужные улучшения. Надо будет подумать насчет того, что мы хотим сделать еще. Ожидает новых назначений. Есть 2 пациента. Не очень понял, кто ожидает назначений. А, вот ты. Серьезный. На тебе еще одного такого дядь. Здесь у нас тоже кто-то есть. Тебе давай распределим. Слушайте, сейчас немножечко лайтово стало, да? Но при этом у нас начались проблемы именно с самими медикаментами. Давайте дождемся вот этой операции. И, к сожалению, она не успешная. Такое тоже может быть. Но ничего тут не поделаешь. Я думаю, что мы эту серию на этом завершаем. Будем в следующий пытаться уже что-то делать с медикаментами. Потому что на данный момент у нас с ними большие проблемы. И если мы хотим успеть вылечить всех до следующей волны. Ну, не всех, конечно, но побольше людей. То, конечно же, нам нужно эту проблему решить. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. И пока-пока.